Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После девяти утра. Личное утро. И всем еще раз доброе утро. Программа «Личное утро». Пятничная программа. Олег Пеков в студии. Помогает Евгений Копеин. И сегодня в нашей студии очень популярный латвийский театральный режиссер Элмар Синьков. Здравствуйте. Доброе утро. И я понимаю, что не только латвийский, но вы очень много сейчас работаете и за границей, и за рубежом. В частности, вот в Гоголь-центре очень нашумевшие постановки. Вот как, насколько, может быть, отличаются ли, какой отпечаток накладывает, вот, может быть, язык, культура, другое государство на какие-то театральные традиции? Насколько это сложно ли в другой стране с другой культурой работать? Да нет, какое-то различие как бы нет, культурное. В том-то дело, что театральное, какой-то язык, он такой же самый, как в Латвии. Ну, конечно, русские актеры, латвийские актеры, они различаются просто по национальному темпераменту и все, и это, мне кажется. Но такое различие, конечно, еще есть в другом стране какой-то работает актуальный контекст, который ты, ну, пробуешь понять, и где ты делаешь, и почему. Ты делаешь, мне всегда как-то очень важно понять какие-то последние события в этой стране, или какие-то актуальности, или про что они думают. Конечно, если это Литвета, или Россия, они всегда, ну, по-разному, да. Да, если говорить про актуальность, вот, например, постановка в театре Google Center «Мизантропа», она была вообще перенесена в наши дни. То есть, вот, насколько вы относитесь вот к таким экспериментам, когда классический текст, как, я не знаю, фильм База Лурмана «Ромео плюс Джульетта», вот вдруг текст остается, но он перенесен в другой контекст. Ну, я вообще, как бы, как раз очень позитивно это смотрю, потому что тот автор, который писал, ну, все равно это Ле Мольер, который писал в то время, он, конечно, писал про актуальность, актуальность того времени, да, и про тех людей. И если этот пьесу делать, ну, в наше время, все равно надо найти актуальность, и, значит, этот перенос нужен, чтобы это не был про какую-то историю, как бы, какую-то там, они жили как-то так, это всегда будет как-то так вообще. И очень трудно, как бы, понять зрителю о чем-то, как бы. А если, потому этот перенос, мне кажется, нужен, чтобы актуальность просто стала острее, мы понимаем, что эта пьеса очень актуальна еще в это время. Если перенос очень, ну, как бы, хороший, и Дмитрий Быков очень хорошие, как бы, тексты переноса сделал, он прямо был, как бы, даже так нежданно точный, очень понятный зрителю и актуальный. А когда вы работаете вот современными, ну, драматургами, теми, кто адаптирует пьесу, вы высказываете свои, то есть, было ли такое, например, общение с Дмитрием Быковым, что вы могли там, ну, говорить, что вот, а можно ли было бы здесь что-то убрать, здесь что-то добавить, здесь изменить? Знаете, мы вообще не встречались, я только его встретил в премьере, и, ну, конечно, очень, он сам такой, очень, ну, очень большая личность, и я как-то и сам такой мизантроп немножко в каком-то смысле, и как-то не было, ну, он доверил, он даже не спрашивал, как у нас там и что, и мы как-то тоже думали, ну, и сделаем, и потом посмотрим, как он среагирует. Ну, конечно, очень позитивно он среагировал, это было у нас приятно, хотя он не очень, не, хотя было какое-то интервью, что он не очень как бы доверял, и он не знал, но все-таки он был, самый конец, очень доволен. Я буквально вот две недели назад у нас была в студии Дана Бьер, как раз вот в программе «Личное утро», и она, рассказывая о планах на следующий сезон, как раз упомянула очень интересный проект, что «Граненка» будет, ее можно будет посмотреть прямо на круизном лайнере, то есть это будет так, такая необычная, но другой совершенно зритель. Вот сам факт, что, во-первых, спектакль так долго идет на сцене, он идет все время с аншлагом, настолько востребован, когда вы его ставили, ну, была уверенность, что это будет такой долгоиграющий? Вообще нет, это моя дипломная работа вообще, и какая студенческая работа, я помню, да нет, я думаю, ну, сыграем пару раз, и я не ждал, это самый, а это один из спектаклей моих, который держится так долго, и это, конечно, для меня какой-то сюрприз. Сюрприз. И я не могу еще до самого конца понять, где феномен этому спектаклю, и почему люди так хочут смотреть, такие маленькие эскизы, такие нетурные рассказы. И, ну, это правда, это, ну, спектакль тоже, конечно, не про алкоголь, это спектакль про какую-то очень узнаваемую вещь, про каких-то людей как-то, где, ну, да, и я про Граненку вообще в шоке, ну, правда, в шоке. И я даже, ну, это уже другой спектакль, надо понять, это, они, мне кажется, когда я смотрел недавно, они сыграли на 30 минут больше, и я думаю, что вы там еще придумали? Ну, как раз, конечно, он живой спектакль. Вот вы, кстати, упомянули, когда недавно я смотрел, есть режиссеры, которые очень тщательно относятся к своим спектаклям, и периодически они все время вот наблюдают, смотрят, и, ну, вот, чтобы все было вот именно то, как они задумали. Вы часто ли смотрите свои спектакли, вот, ну, приходится, чтобы проверить, вот, как это все? Ну, я больше прихожу как на праздник, я не прихожу как на работу, потому что этот спектакль уже как бы другой, он вырос, и, знаете, это как встретить своего там сына или дочь после каких-то, после какое-то время, когда они выросли, ну, это ребенок какой-то, который вырос, и я как-то отдаю возможность вырасти, и я не очень контролирую, Ну, я, честно говоря, не очень люблю смотреть свои старые спектакли, это не мой, да, я не люблю, и это просто очень трудно, это как смотреться, я всегда говорю, старые фотоальбомы, ты видишь себя, какой ты выглядел 10 лет назад, И это, конечно, ты видишь свои ошибки, ты видишь себя, и это не всегда очень приятно, но это, конечно, очень полезно в другой раз, и ты смотришь, ты видишь свои ошибки, ты видишь какие-то несделанные вещи, Ну, но я смотрю больше как уже не на свой спектакль, я уже смотрю как на чужой, и я был другой, и этот спектакль такой, и мне надо только принять, смотреть или балдеть, или переживать, и все Ну, вот в Москве очень часто бывает, что успеха добиваются как раз-таки не москвичи, то есть они, существует даже, по-моему, такое понятие, что москвичи, может быть, более разбалованы, ну, такой вот уже жизнью, Ну, а человек, который приехал, ему нужно доказать что-то, пробиться локтями, вы ведь тоже вот из Латгалии, то есть если проводить параллель, то как раз-таки в Риге вам нужно было что-то доказывать, нужно ли было вот таким же образом свое место под солнцем завоевывать? Ну, видите, я как бы из Латгалии, я говорю, потому что мои родители из Латгалии, а вообще я родился в Риге и жил, ну, но все равно мои корни, как бы я считаю, как я из Латгалии, другие думают, что я приехал, нет, но я рижский человек, конечно, ну, в Риге, если ты работаешь, и прямо что-то хочешь, и ты любишь, что-то делаешь, добиться это очень, ну, не скажем легко, но это намного быстрее Чем, конечно, я думаю, в Москве, например И я как-то довольно быстро уже получил возможность сделать спектакль на главной сцене в театре в Латвии, конечно, я очень рад, но есть там какой-то свой тоже, ну, минус и что-то так быстро, ну, значит, хотя, ну, мне, ну, как так биться, ну, не было, нет Я скажу, что больше нет, конкуренция была очень, как бы, мы были очень мало режиссер молодых, которые, а может, мне просто повезло, может, это я не видел, он просто работал, я даже не чувствовал, мне надо там биться или не биться, мне просто работал Конечно, это трудно было, это, конечно, работа была, очень много спектаклей, сейчас уже, мне кажется, это же вместе, это очень много, 30 спектаклей уже сделал вообще, и для своего возраста это очень много То есть это 10 лет, да? 7 где-то 7 лет, да? 7 лет и 30 спектаклей, то есть это очень много А получается, ведь, что вы, бывает так, что режиссер становится, ну, как вот, работает уже в одном театре и с одними и теми же актерами, то есть это, может быть, какая-то зона комфорта, что он прекрасно знает, кто на что способен Вот у вас совершенно разные, и национальный театр, и московский театр, и театр русской драмы, то есть, насколько вам удобно каждый раз погружаться, знакомиться с другими людьми, входить вот в какой-то другой коллектив? Не проще ли быть в каком-то вот уже своем? Да, да, я понимаю, что, да, вопросы понял, ну, знаете, очень по-разному, если у тебя есть какие-то свои люди, которые ты прямо, они уже понимают, но полуслов, конечно, быстрее работа Но это, конечно, другой раз есть, то опять свои минусы, они тебя уже знают, они начинают немножко, ну, другой актер думает, ну, да, я уже знаю, что режиссер хочет, но все-таки, а может, он ошибается, потому что, может, другой раз хочу что-то другое А если чужой режиссер, он всегда больше, как бы, концентрируется и пробует понять, он больше, как бы, активнее работает А привыкание не очень хорошее, как бы, слово в театре И когда мы привыкаем в одному театру, или комфорт, или вот, не всегда это результат хороший Но есть, конечно, если своя труппа, и, конечно, я согласен, они понимают и храбрее, они доверяют больше тебе, конечно Чужому, ну, как бы, не очень легко доверять режиссеру Так что очень разнообразно, бывает, это все зависит Но я, конечно, больше люблю работать и менять Это самое, как я говорю, это как знакомство с девушкой Ну, это ты знакомишься, и результат это секс, как я говорю, театр это секс И тебе надо понять, как это надо делать Или когда, нам надо переспать, я говорю, с актерами Но это не в буквальном, конечно, смысле, но это все-таки такая интимная вещь И надо понять, ли он доверяет, или не доверяет Это все-таки такая вещь очень хрупкая Ну, получается, тогда по этой аналогии вы Дон Джоан, если постоянно меняетесь от родных Ну, да, выходит, так и есть, я Дон Джоан, мне все-таки надо соблазнить этого актера Актера как-то и заинтересовать и теме, и форме, и то, что мы будем делать Вот это, мне кажется, самое трудное Просто как найти в команде какую-то цель, энергии, вдохновление Это вот это самое тяжелое, конечно Они устают, актеры, надо понять, что они же работают как лошади Они как пахают просто каждый день И опять новый режиссер приходит, ну, сколько можно И каждый раз хочется что-то гениального Они же тоже устают от этого Актер, должен ли он уметь вот все, то есть, обладать физической подготовкой То есть, вот где эти грани требований к режиссера как к актеру? Ну, требования, это зависит от режиссера, смотря Ну, мне всегда очень важно, чтобы он был соавтор на каких-то вещах Ну, я люблю таких актеров, которые они сами думают Не то, что они ждут только, что я все придумаю Все-таки актерская работа, они учатся не только, чтобы они были актерами Сегодня актер не только исполнитель Актер тоже и автор Получается, что они могут предлагать Им нужно даже предлагать Потому что им нужно понять Я даю какую-то дорогу, где мы пойдем По какой дороге пойдем А как мы пойдем? Это уже надо им предлагать Им надо почувствовать, что они чувствуют и интерес свой Какой у них интерес и какие-то темы Чтобы они рассказывали, каждый актер свой рассказ Мне важно, чтобы это не только мой рассказ, но тоже его рассказ Как он интерпретирует этого или этого образа Это вообще, что он расскажет нам, зрителю, как актер через этот образ Это очень важно Сейчас очень высокие требования к актерам То есть они должны уметь все выполнять сами на сцене То есть есть же роли, которые требуют каких-то физических усилий То есть нужно куда-то подтягиваться, ползти Есть роли, которые требуют, может быть, игры на музыкальных инструментах Просто я сразу вспоминаю, что вот Аль Пачина у него была В воспоминаниях, когда он был молодой актер, он ничего не умеет Когда Коппола его позвал на крестного ца Говорит, так, сейчас вы немножко танцуете Он говорит, я очень плохо танцую А потом вот вы садитесь, уезжаете Он говорит, у меня нет водительских парований И он думает, все, меня сейчас выгонят со съемочной площадки Вот насколько у вас такие же требования, чтобы он водил машину На лошади скакал, сфехтовал Знаете, в другой раз бывают, конечно, вещи, когда говорят Так, надо будет играть инструменты музыкальные И да, бывает Ну, например, там спектакль «Антигон», который мы сделали в Национальном театре Конечно, актерам говорят, так, будем играть И, например, скрипку, но он никогда не играл скрипку Ну, так, у нас два месяца, что-то научиться на скрипке Ну, конечно, бывает Ну, я понимаю, актеров, когда я беру, я всегда спрашиваю Что вы умеете? Ну, или играть, или танцевать Ну, я примерно уже знаю всех актеров, какие у них И если я беру этого актера, значит, я буду использовать эти вещи Ну, разно, конечно, по-разному бывают какие-то задачи Или научиться какую-то акробатику или что нужно, конечно Мне кажется, это круто Я тебе кажется, что все время, каждый раз тебе приходит режиссер И дает какую-то задачу, чтобы он развивался Например, ну, там, он не умеет плавать Говорит, ну, надо научиться плавать Ну, круто, есть какая-то цель А так он не пойдет просто учиться плавать Или, там, играть какой-то инструмент Часто бывает, что Вам ведь приходится ставить спектакли, которые до этого, ну, были легенды То есть «Добрый человек» и «Сезуан» — это же, ну, первый спектакль Да, любимовская постановка И там существует огромное количество воспоминаний о том, как был поставлен этот спектакль И есть там и фотографии, какие-то видео И понятно, что вас будут сравнивать То есть вот насколько вот этот момент Каждая пьеса ставилась много-много раз И вот какие-то более успешные, какие-то менее успешные Вот вы беретесь за материал, который до вас решали уже, может быть, даже какие-то там Самые знаменитые режиссеры Вот нету страха, вот, но как я вот с ним справлюсь? Вообще нет, вообще нет Потому что я не смотрю на этих, ну, режиссеров как на конкурентов Они просто классики Это как мне смотреть? Я смотрю на их просто как на больших классиков И я не смотрю на просто А как сравнивать меня там, например, там С каким-то большим режиссерами? Мне кажется, это же и странно Сколько мне, какой мне опыт И вообще не страшно И даже если сравнивать Ну, конечно, они могут сравнивать Но надо понять, что калибр-то другой Я не говорю, что это будет Конечно, я хочу сделать даже лучше Но я делаю в это время А то время Этот спектакль звучал по-другому Там другая актуальность была Ну, и тоже, как добрый человек из Суана Но это надо понять, что за время И они читали другие вещи Так что я вообще не расстраиваюсь Вот что же, вот сейчас тоже Вей Ветерок, который мы сделали В Национальном театре Ну, 10 лет назад Галена Полищук И сделал очень классную постановку В той же театре И с Моникой Пурмалой Которой я работал И, конечно, если нам было бы страшно Мы никогда не сделали этот Вей Ветерок Я только думаю То есть, вы стараетесь Не вспоминать, не смотреть То, что было То есть, делать абсолютно все по-своему Как с чистого листа В первый раз Да, да, как с чистого листа Вот что я прочитал сегодня Вот то я и делаю Да, я, конечно, не... Ну, в другой раз мне интерес посмотреть Но я как-то боюсь тоже Потому что Чтобы не было как-то впечатлений Чтобы сам не перегрузил какие-то мозги Своей какой-то лишней информацией Но бывает, когда и хорошо Что я не смотрел А потом, когда я сделал спектакль Я посмотрю Ну, смотрю и мне интересно Кажется А, мы одинаково думали Ну, какие-то вещи там Очень круто, например Какие-то соединяются Текст Что с ним можно делать? Потому что Тоже был скетч английских актеров Которые шутливо показывали Сколько может быть интерпретаций To be or not to be Там выходили Ну, там, причем Кампербейдж Там все они выходили Ставили ударение Вот и объясняли Почему именно вот так нужно произносить Сколько у вас вот таких вот интерпретаций Может быть в голове То есть Как остановиться на какой-то вот Своей интонации Ну Видите, это Какая сверхзадача всегда Ну, надо думать Какая спектакль Сверхзадача И тогда надо понять И ударение Поставиться на правильном месте Всегда И будет Потому что нету Правильной интерпретации Одной Вообще Это глупость Мне кажется Надо просто Интерпретации Миллион Правда, миллион Но есть одна Только твоя И это Ну, это правда Ну, вот Который Это Это И твоя правда Если и будет Кому-то еще Правда Знаешь, это такое Правильное Вот тоже говорит Чехов Вот так нельзя делать Там Вот Ну, как это Вот это Чайка Ну, тогда Не зовите Чайку Зовите По-другому Это же Не Чайка А кто Такой Ну, тогда Чехов Ты сам Написал В то время При тех людей Очень Знаете, как Говорит Contemporary art Это тот раз Был Он же писал И тоже Как бы все Смущались Говорили Это же не пьеса Там же первая Постановка Вообще У Чехов У Чехов У Чехова У Чехова Там Был провал И все Смеялись Ну И все равно Осталась его Какая-то правда Которая Просто пережила Время И я думаю Что Чайка В это время Она очень актуальна И ее можно Очень круто Перенести На это время И вообще Мне мечта Вообще Сделать кино Кино Именно Киноверсию Чайки Ну Знаете Как бы По мотивам Потому что Мне этот рассказ Вообще Чайка Очень нравится А Вот Мир кино Насколько Ведь Понятно Что Любая театральная Постановка Она Существует Но вот пока Ее помнят Зрители А кино Как будто бы Остается В вечности Но вот Плюсы и минусы Вот разница Хороший вопрос Это большой минус Потому что Режиссеру Ничего не остается Ну как Не остается Ничего Ну только какие-то Пленки Это от спектакля Но это не спектакль Это уже Как вы знаете Ну да Это самое Плохое Как бы Даже Не знаю Или плохое Понимаете Это не материальная Какая-то вещь Вообще Режиссура Это Сценография Это материальная Да Вот этот сценограф Например делает Ты можешь там Почувствовать Этот материал Костюмы Да остается Музыка остается В нотах Остается А режиссерская работа Невозможно написать ее Ты можешь прописать Какие-то свои мысли Но сам у режиссера Ты не можешь написать Потому что у нас нету Каких-то Как говорят Авторские права Какие авторские права На что А на режиссеру Как А как ты можешь это Знаешь конечно У каждого режиссера Можно Это так само И плагиат Очень трудно тоже Как бы Найти ли это Плагиат или нет Плагиат можно Сразу видеть Там сценографии Это видно Это просто Вот плагиат Это взято А режиссер Это как нет Это работа С актером Который Не видишь Ты ее Не можешь понять Не можешь Это процесс Больше Режиссер Это процесс Делает А этот процесс Он вам Вот Доставляет удовольствие Ну это Это самое важное В театре Да Это для меня Это самое важное Результат Это праздник уже Ну не Это понятно Это какой-то результат Процесса Который Даже это не результат Это какой-то Конечно Один этап Процесс Потом когда спектакль готов Начинается другой процесс Который он живет Жизнь без режиссера Ну в каком-то смысле Там Немножко Подсмотрят Но Зритель начинает Режиссировать Ну этот спектакль Зритель начинает А каким образом Он режиссирует Ну это Сколько долго Будет играть спектакль Первый Второй На то Как он реагирует Актер понимает В этом месте Он смеется Или плачет Или он как-то Или не дышит Вообще Зал Или Он начинает Давать законы Что он понимает Что не понимает И актер только Немножко тоже Начинает На этого Реагировать Зритель И аплодисменты Это какая-то энергия Сколько он отдает Назад Сколько отдали актер Только и назад Отдает Конечно Это И сколько долго Будет играть спектакль Ну что же У нас Я напомню В студии Наш латвийский режиссер Элмар Синьков И мы сейчас В личном утре Сделаем небольшую паузу После чего Вернемся в студию Продолжим наш разговор Кстати Вы можете тоже звонить Присоединяться Задавать вопросы 6-7-212-93-9 И 6-7-213-93-9 Микс-ньюс Личное утро Сегодня в личном утре Режиссер Элмар Синьков Театральный режиссер Который вот может быть Скоро И фильмы мы увидим Может быть Несколько слов О ваших Новых проектах О тех Спектаклях Которые Планируются Готовятся Сейчас выходят Что Где мы Первый спектакль Первый спектакль В мае На следующий год Сон в летнюю ночь Тоже шекс Да Мы вместе Будем работать С художником Влада Гая Это художник Из Москвы Которые Вместе Делали спектакль Мизантроп В Гогольцентре Вместе И вот сейчас В Национальном театре Я пригласил его делать Будет У него премьера Дебют В Латвии Московскому художнику И еще параллельно Маленькие проекты В независимых театрах Один проект И тема Это Про Старых людей Да Да Про старых людей И И И И И Да Старые люди Про старых Мы понимаем Что делать С родителями Которые Пансионат Мы отдаем Или Пансионат Мои жизни Вот Какое-то Ну И еще один Будет Спектакль Это будет В Лето В Алмере Фестивале Это будет Спектакль Про Как это Сейчас Бизнес Похоронный Бизнес Да Похоронный Бизнес С юмором Конечно Но Да Мне кажется Это очень Интересный Бизнес Поговорить В театре Ничего себе То есть Это тоже Такая Тема Вроде бы Мрачная Мрачная Да Но Все-таки Актуальная Всегда будет Как получилось Что Вас пригласили Именно В гугл Центр Вот Кирилл Серебренников Поработать В гугл Центре Было Лето Какой-то Не знаю Элемент Случайности Или Это было Ну Он Когда Делал Спектакль В Риге Он Посмотрел Какие-то Мои Спектакли И Он Просто Пригласил И Думал Ну Как-то Всегда Нравилось Какие-то Хочел Познакомить Московскую Публику Тоже С режиссером Из Балтии Вот так Сам Как Ладно Ставшего Меня И Да Ну Понравилось Наверняка То Что я Делаю Это Да И он Просто Пригласил Написал Фейсбук И слушай Ну Давай То есть Получилось Прямо Через Фейсбук Да Через Фейсбук Ну Мы Были Так Знакомы Так Но Да Фейсбук Просто Первое Письмо Было Хочешь Что-то И И Потом Мы Уже Договорились Что И Первый Спектакль Демоны Который Мы Сделали В Гуголь Центре И Он Был Рад И Еще Раз Дал Возможность На Большой Сцене Уже И Так Сама Ситуация Вокруг Гуголь Центра Тоже Такая Была Последние Годы Очень Драматическая Потому Что Кирилл Серебренников Находился Под арест И Вот Насколько Было Не Было Страшно Отправляться Вроде Это Театр По-русски Врат Опальный К нему Какое-то Такое Отношение И Что-то Ставить В этом Театре Часто Бывает Что К России Отношение Немножко Не то Чтобы Скептическое Но Такое Настороженное Что Ожидает Насколько Это Будет Свободная Работа Опасная Работа Но Ну Понятно Что Там Надо Работать Очень Свободно Не думать Как раз Вообще Ни о Самоцензуре Ни о Цензуре Потому Что Это Главная Вещь И Все-таки Сцена Главная Сцена Сейчас Одна Из Главных Сцен В Москве В Театре Я думаю Ну Я думаю Современного Искусства В театре И Мне Вообще Не было Сложно Работать И Не было Ни Цензуры Ни Сом Я чувствовал Довольно Хорошо Конечно Все это Неприятно Было С Кириллом И Кирилл Не мог Встретись Ты работал Он был Домашним Арест И Это было Трудно И актером Я видел Труп И Ну Наша Задача Была Поддержать И Не Оставить Театр Как бы Не Работаем Ну И Это Мне Какая-то Миссия В этом Была Что Я Помогаю Как-то Коллегу С работы Потому что Протесты Мы видим Это Другой раз Так Бессмысленно Конечно Это тоже Нужно Но И Кажется Поддержать С работой И Поддержать Театр Который Очень Нужен И Очень Дорог Кириллу Мне кажется Очень Важно А Скажите Вот Почему Интересно Именно Режиссеры Из Латвии Ведь Можно К этому Списку Нам Наставших Синьков Добавить И Херманис Вот Так Востребованы В России И Вот Не знаю Была Литва Сейчас Латвия Сейчас Как-то Не знаю Я вот Говорил С Директором Из Клопеды Театра Из Литвы И Он Как раз Говорил Что Что Как раз В Латвии Появилось Какое-то Сильное Режиссерское Поколение Это Он Так Видит Нас Ну Я хочу Верить Что Так Есть Хотя Мне казалось Что Литва Тоже Если Ну Я думаю Что И есть Там Хорош Тоже Но Они Все-таки Что-то Заметили Такое Что Они Видят Лучше Интереснее Интереснее Самим Уже Очень Трудно Сказать Но Выходит Что Как-то Мы И Будет Делать Эстонии Ну Я думаю Это Хорошо У нас Какая-то Латвия Немножко Прорвалась Сейчас Актуально Стало И Русскими Людьми Латвия Стала Актуальна И Очень Много Приезжает И Отдыхать И Покупает Здесь И Живут Это Классно Вот Момент Действительно Кирилл Серебренников Ставил Несколько Спектаклей Вот Именно В Национальном Театре То есть Такой Получается Прямо Мост Обмен Театральный Между Да У нас Очень Соединенная Дружба С Национальным Театром Это Тоже Важно И Мы Надеемся Что Опять Приедет Что-то Будет Делать Надеемся Что Все Будет Хорошо Да Это Какой-то Обмен Культурный Кажется Очень Очень Красивый Да Что Еще Можно Придумать В Театре Потому Что Сейчас Пытаются Вот Мне кажется Затать Настолько Раздвинуть Границы Театра Что Появляется Театр Уже Без Помещения Где Просто Зрители Везут В автобусе И Где-то В чистом Поле Там Это Все Происходит То есть Какие Чем Еще Можно Удивить Публику И Вообще Где Границы Театра Ну Границы Нет Сейчас Вообще Уже Границы Театра Уже Пройти Таких Говорить Ну Границы Театр Это Только Там Моральная Ну Как Не убивать И Не оскорблять Может Хотя И тоже Оскорблять Это Тоже Уже Такой Ну Вопрос Может И надо Оскорблять Театр Кому-то Чтобы Что-то Произошло Ну И Я думаю И форма Тоже Нет Границы Сейчас И Танец Месть Соединяется С музыкой И Это Как Перформанс Как Театр Он Уже Уже Очень Свободен Видите Мы уже Как-то Все равно Мне кажется В Латвии Довольно Консервативный Театр Потому что Все равно У нас Еще есть Такое Настоящие Драматические Театры Не говорю Что ему Не надо Быть Ему Надо Быть Но Я думаю Все-таки Это Большинство Все-таки Мы Довольно Консервативны В каком-то Смысле И Режиссеры И Зрители Ну Это Неплохо Нехорошо Может Там и есть Своя Какая-то Сила В России То же самое Ну Скажем Такие Прогрессивные Театры В Москве Ну Они Не очень Много Но Что-то Можно Хорошо Интересно Видеть Театр Нации Что-то Там Хорошее Гугольцентр Конечно Так Еще Я думаю Ну Был Театр Док Но Сейчас Там Что-то Какие-то Да Проблемы Что Можно Интересно Увидеть Этот Станиславский Театр Нет Ну Как Он Все Электро Бо Забываю Все Ну Конечно Там Есть Что Видеть Но Большинство Все Это Драматические Театры Но Вы Когда Были В России Было ли Время Общаться Со Своими Коллегами Смотреть Какие-то Работы В Московских Театрах Да Да А Ну Вот Центр Мерихоль Тоже Интересно Там Очень Разные Проекты Происходят Молодые Режиссеры Да Там Делают Проекты И спектакли И по драматургии Интересные Эксперименты И так далее Так Сам Гуголь Центр Посмотрел Разные Спектакли Ну Знаете Много Работ Не очень Так Скажем Что Я Все Видел Ну И Может Даже Все Там Не Увидеть Такое Количество Спектаклей В Москве Так Что Скажите Вас Ведь Очень Многие Режиссеры Театральные Режиссеры Они До этого Имели Актерский Опыт То есть Они начинали Как актеры На сцене Ну И затем Они начинают У вас Этого нет То есть Как вы считаете Это Плюс Минус То есть Отсутствие Самого Опыта И игры На сцене Какого-то Регулярного Вот Знаете Такое Всегда Резко Я не знаю Хорошо Если актер Начинает Делать Спектакль Ну Не знаю Это все Зависит От него Самого Но есть Конечно Аллес Хармонис Тоже Как бы Закончил Актер И Начал Режиссер И Регнар Свайвер И многие Многие Очень многие Но я Чтобы делать Что-то Другое Играть Нет Я думаю Что у меня Нет Только Профессиональности Чтобы это Делать Вопрос Многим Актерам Есть Профессиональность Режиссировать Не знаю Это вопрос Я не думаю Но видите Это самое Как сейчас Назваться Не знаю Я например И сделаю Движения Я делаю Какие-то Мизансцены И что же Могу Назваться Хореографом Но я не Называюсь Хореографом Потому что У меня нет Такой Профессии Я как бы Не закончил Не в школе Конечно Смысл Но все-таки Какая-то Энергия Где-то Как бы Можешь Себя Назвать Режиссером Всегда И сейчас Я даже Не могу Назвать Режиссером Так Ну скажем Только Другие Могут Меня так Назвать Нет Я думаю Что это Не Это Конечно Я хотел бы Что еще Делать Например Сценографию Но тогда Мне надо Поступать В школу И учиться И смотреть И учиться С тех Людей Которые Правда Профессионалы Это умеют Делать А если Говорить Про драматургию Вы сами Выбираете Пьесы Которые Вы ставите Насколько Это Приверженность Больше К классическому Или к Современному Репертуару Это да Это вопрос У каждого Интериона Это вопрос Либо выбираете Сами Я думаю Всегда Отчего Это вопрос Всегда Конечно Мы выбираем Сами Но Другой раз Конечно Мы смотрим Что Нужно Зрителям И где Ты это делаешь И почему Ты выбираешь Это И вопрос Какая-то Тема Актуальности Чтобы Это выбрать Потому что Очень много Спектаклей В современном Мире Ты смотришь Ты не понимаешь Почему Они есть Но ты смотришь Спектакль Да Красивый спектакль А почему Вопрос Этот большой Почему Мы это сегодня Смотрим Я не говорю Про развлекательные Развлекательные Нужно быть Спектаклями Это просто Ты захочешь Там Посмеялся Выходишь Забыл спектакль Таких нужно быть Но Но я не считаю Что просто Надо быть Каким-то Спектаклем Где ты просто Смотришь Серьезный Спектакль Ты понимаешь О чем Сегодня Это надо У вас Мы когда говорили Буквально пару минут Назад И Шекспир И какие-то Постановки О современном Похоронном Бизнесе Как это Сочетается Ну как Ну в Шекспире Такая актуальность Много про 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 Власть Там Как актуальность Всегда будет Шекспир Потом и актуальный Потому что Ты понимаешь Что ты в это время Можешь через Шекспир Сказать А Похоронный бизнес Это прям Такой Табу Такая Табу Тема Давно Никто не говорил Про то Что это Самый лучший Бизнес Вообще В Латвии Он очень-очень Чистый Там не надо Никаких Министров Все там уже Прямо Готово Мне кажется Мне немножко Мне было Надо было Какие-то вещи Тоже там С похоронным бизнесом Ну там И я понял Что они все Просто придумали Все придумали Это такой Классный бизнес И он всегда Будет вечный И мне казалось В это время Про это поговорить Почему Почему этот бизнес Такой Там порядок В этом бизнесе А в другом бизнесе Нет Почему как раз В похоронном бизнесе Такой Один из лучших Ну я думаю В Москве Целая статья была Мне кажется Про этот бизнес Тоже Да Как раз там Ведь По-моему Громкое дело Было с журналистом Как раз У него были неприятности Потому что он пытался Вот раскрыть Да Ну видите Это там Целая тоже Страна и мафия А вы не боитесь Затроните Какие-то Тоже Здесь А вот тогда Увидим Да Вот мне конечно Задача затронуть Что-то Если я затрону Значит Что-то я и сделал Ну конечно В Латвии Ну не так страшно Я думаю Как например Я думаю В России Но Но да Это и есть Наша задача Сегодня Показать И открыть Какую-то зону Режиссеру Которую 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 мы Даже Не заметили Или Не подумали Про такую зону Которая существует Нам рядом Это всегда Задача режиссера Эта пьеса Уже существует Или она будет Создаваться Она создаваться Будет Да Мы будем искать Мы будем ходить Мы будем искать Эти истории Эти людей И Может даже Работать журналистом Насколько Латвийская Современная Драматургия Зависит от того Ведь сколько У нас Не так много Театров И вот Возможность Свою пьесу Поставить Она Не такая Ну Часто встречающаяся То есть Автор может Написать пьесу Но где гарантия Что вот ее Театр примет Вот насколько Это давит Вот отсутствие Может быть Большого количества Площадок Как в России Там Безбрежные Пространства И Там Я боюсь Сейчас соврать Но там По-моему Порядка Около Тысячи По тысяче Театров Если брать По всему То есть Вот Это Конечно Обидно Что у нас Нет такого Количества Театров Может быть Это Тормозит И Развитие Развитие Да конечно Я согласен Драматургии У нас Тоже И драматургов Тоже Не так Много Но Есть Люди Которые Даже Не драматурги И пишут И это Интересно Есть Конкурс Разный Где мы Другой раз Конкурс Что-то Видим Людей Которые Просто Рабочий Человек Но ему Нравится Писать И знаете И даже Неплохо И бывают Такие люди Которые Просто Что Откуда Вы Как Вы Так Хорошо И Другой раз Есть Какие-то Бывают Режиссер Выбирает И Работает Вместе С ним Но Все-таки Всегда Очень Трудно Ну Как Это Пьеса Дойти До Театра До Режиссера Это Конечно Да Сложно Ну Вот Видите Если Мне тоже Присылают Какие-то Пьесы Драматургии Это Очень Неприятно Но Мне Нет Время И Все Прочитать Это Одно И Мне Сразу Понятно Я Первые Три Листа Прочитал И Последние Мне Довольно Понятно Примерно Что За Драматургия Какая Тема И Это Правда Это Понятно И Про Те Как Он Пишет Очень Много Графомании Есть Конечно И Конечно Такие Фильмы Неделаем Но Как Удержать Знаете Как Есть Фестивали Фильмах Я Слушаю Они Тоже Смотрят Как Бы Только Первые Три Минуты И Все Если Это Да Они Готовы Шоу Больше Смотреть Значит Что Там Что То Есть Ну Так Само Нам Режиссерам Работа Очень Много И Нам Нет Время Прочитать Много Пьес Насколько Сложно Сейчас Поставить Пьесу Насколько Это Материально Сложно Большие Декорации Известно Что Существует Направление Антрепризного Театра Два Стула Два Актера И Даже По-моему У нас Была Переводчица Российская Ольга Варшавер Которая Рассказывала О том Что Самые Популярные Пьесы На Два Три Актера Даже Есть Банк Таких Пьес Нам Нужна Одна Роли И Вот Такого Рода Спрос Да И Вопрос Скажем Насколько Проще Театр Когда Ставит Пьесу Готов Ли он Вкладывать Деньги В Большие То есть Может Быть У вас Есть Какие А сейчас Проходят Стадо Слонов Говорит Вы С ума Сошли У нас Вот Видите Сейчас Последний Спектакль Вей Ветерок Где 120 Человек На Сцене Конечно Когда Мы сдали Макеты Ну Там Сказали Это Бред Это Невозможно Где Мы 120 Человек Найдем И они Будут Стоять Бесплатно Что вы Ну Как Но Не Все Так Нашлись Очень Крутые Ребята И Танцевальная Группа И Лего И Тейкс Они Просто Они Это Делают Им Это Нравится Они Приходят И Это Все Так Мы Сделали Конечно Было Очень Дорого Для Час 40 Спектакля Но Амбиции Да Деньги Много Уходят Где Есть Амбиции Но Это Ничего Не Поделаешь Ну Если Амбиция Какая-то Художественная Большая Там Надо Кладывать Деньги Ну Это Так Везде Ну Это Бизнес И Так Далее И Тогда Ты Смотришь Это Рис Конечно Конечно Всегда Легче Сделать Очень Легкие Спектакли Один Студо Классные Актеры Играют Классно Все Очень Рады И Буджет Вообще Никакой Но Такие Предложения Поступают От вас Или Вам Это Уже Не Интересно Ну Антипризный Спектакль Конечно Это Там Нет Амбиции Там Нет Какого-то Я Таких Могу И Сделать Это Не Проблем Ну Я Не Так Говорю Так Легкомысленно Могу И Сделать Но Все Так Я думаю Что Там Нет Сложности Что-то Придумывать Мне Интересны Какие-то Амбициозные Вещи Еще Пока Есть ли Вот Этот Момент Страха Когда Вы Приходите Первая Встреча С Всегда Всегда Это Это Вообще Не Меняется Вот Каждый Раз Очень Хороший Вопрос Никто Никогда Не Задумывался Это Правда Так Это Страшно Это Первый Раз Это Кажется Как на Экзамен Какой-то Первый Сентябрь Это Ну Да Вот Я говорю А Мне Надо Будет Переспать Этими Людьми Ну Как Что Я Говорил Перед Чтобы Поняли Что Это Не Буквально В смысле Надо Понять Если Они Поняли Не Поняли Заинтересовало Нет И Кажется Сколько Раз Это Происходит Каждый Раз Страшнее Страшнее Становится Ну Так Сам Как Актеры Они Страшнее Страшнее Вы Выйти На Сцену Говорят Ну Как Вам Уже 40 лет На сцене Нет Элмер Ты Понимаешь Все Страшнее Страшнее Но Может В этом Как Раз И Есть В Преодоление Этого Страха В какой-то Момент Ну Я не знаю Творчества То есть Наверняка Когда Ну Когда Ты Да Еще Молодой Ну И Ты Еще Не Знаешь Не Знаешь Тебе Нечего Как Б Терять Ну Страх Поменьше А Когда Ты Думаешь Да Каждый Раз Когда Ты Делаешь Спектакль Ты понимаешь Что Ничего Не Понимаешь Режиссер Каждый Раз Ты Думаешь Я В Этой Профессии Что Ты Еще Не Понял Но Это Хорошо Да Это Развивает Наверняка Если Ты Все Говоришь Ты Понимаешь Значит Это Уже Стоп Надо Уходить Мне Кажется Из Профессии Если Те Которые Знают Я Знаю Как Делать Спектакль Я Могу Всегда Ну Вот Я Говорю Про Антепризный Спектакль Так Легкомысленно Это Да Я Могу И Сделать Ну Что Ж Спасибо Огромное У нас На самом деле Время Как-то Пролетело Этот час Совершенно Незаметно Режиссер Элмар Синьков Сегодня Был В нашем Личном Утре Спасибо Вам Удачи Успехов И Востребованных Восторженных Зрителей Огромное Спасибо Да